Ижевск Город промышленный Город зарождался как поселок возле оружейного завода Сейчас рядом с ним расположено несколько предприятий В разное время на них производили автомобили Москвич, мотоцикл Юпитер и, конечно же, легендарный автомат Калашникова Но больше самого города участникам нашего автопробега запало в душу гостеприимства хозяев Журналисты здесь не только радушные, но и профессионалы своего дела Среди них встречаются те, кто в знании своей малой родины даст фору любому заправскому краеведу По сравнению с Ульяновском, Ижевск город молодой Насчитывает всего около 200 лет истории А в статусе города и того меньше В центре находится пруд, который, кстати, самый большой рукотворный водоем в Европе Он имеет 14 километров в длину и 4 километра в ширину Причем его рыли руками в буквальном смысле слова Это были подневольные крестьяне Мурские жрецы в Асясе, например, были очень против строительства этого пруда Говорили, что духи природы будут возмущаться, заберут много жизней И так и получилось При строительстве пруда было очень много человеческих жертв А уже в 30-х годах при советской власти Говорят, что в пруд сбросили двуглавого орла огромного с башни завода управления Башня завода управления по-своему тоже уникальная Специалист скажет, что такие многоярусные строения редки для индустриальной архитектуры Памятник сохранился до сих пор, но сейчас заброшен И ныне решается вопрос о его реконструкции То, что город промышленный, воплощается порой в совершенно неожиданных объектах Ижевцы, как и Ульяновцы, очень любят оригинальные монументы Вот, например, памятник известному герою советского мультфильма Зеленые кафтанники оружейников называли крокодилами Вот и появился в Ижевске такой памятник В республике бережно относятся к истории В том числе и к традициям удмуртского народа Недалеко от столицы действует музей под открытым небом Лудервай Здесь все как и столетия назад Большинство зданий не новодел, а собраны по удмуртским селам и деревням Они разбирались по бревнышку и перевозились на новое место Зимний и летний изба, настоящее удмуртское капище, большой амбар и мельница Она действующая, но запускают ее только по большим праздникам Которые в музее проходят регулярно и имеют статус фестивалей Есть и свой пруд Добраться с одной стороны пруда на другую можно вот таким нехитрым способом Но здесь нужны очень сильные руки И нас, по-моему, сносят немного течением, которого здесь нет Что ж, будем управляться В музее участники автопробега нашли не только усладу для глаз, но и усладу для живота На вкус пробовали перепечи Это традиционные пирожки из ржаной муки с разнообразными начинками Но и ульяновцы в долгу постарались не остаться И даже пригласили главного редактора «Удмуртской правды» за руль своей боевой машины Ровно 20 лет назад я получила права Это было 17 июля 1997 года И 20 лет, можно сказать, я мечтала посидеть за рулем у АС Патриота Я посидела Спасибо большое «Удмуртской правды» подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве Такие соглашения подписываются с редакцией изданий в каждом городе, куда доезжает автопробег Первая точка маршрута успешно пройдена И даже более Ижевск запомнится надолго И первое впечатление трудно будет перебить Но впереди Киров Центр Волговятского региона До него более 400 километров Надеемся, что дорога подарит еще много сюрпризов И все они будут исключительно приятными Данила Ноздряков, Михаил Рассашанский Новости Ульяновской правды